Еще один важнейший вопрос, один из фундаментальных вопросов, который сегодня бомбит нашу политическую элиту и различные социальные группы. Земельный вопрос. Значит, в чем суть земельного вопроса? Вчера Юлия Владимировна провела большой съезд, посвященный организации референдума по земле. Дескать, нельзя ее продавать. Мировые кровосиси и наши маленькие кровосиси хотят больше крови народной высосать. И земля достанется супостату. Короче говоря, по факту. Ну, эти все маневры, они, как бы это мягко сказать, но они смешны. Вся украинская история, это диалог и нещадная борьба вокруг разбитого корыта по поводу того, как это корыто разделить. В этой логике действия украинцев полны парадоксов. То есть, а, с одной стороны, кожан Украины знает, что мы сидим на самых найкращих черноземах в свете. Ну, правда, по ходу упускается, что из этих черноземов 30% очень сильно уже находятся в стадии эрозии. Еще 30% просто находятся в состоянии эрозии. И только 30% в более-менее нормальном состоянии. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Земля преподносится так, как будто мы этот чернозем можем намазать на хлеб и можем жрать. Но ведь это не так. Для того, чтобы пользоваться землей, ее нужно ухаживать, культивировать там. Всякие технологии применять. Ну, агрария лучше меня об этом расскажет. Но, чтобы земля была дорогой и чтобы ее эффективно можно было использовать, она должна иметь цену. А чтобы она имела цену, должен быть рынок, где ее можно будет продать. Сегодня мы землю продать не можем. Поэтому мы имеем отсутствие цены. А только больные мариня. Или как это по-русски сказать? Больные фантазии. Относительно того, сколько может у бабы Параски, чьи дида Васыля, стоит там эти 2, 3, 4, 5 гектаров земли, которые у них есть. И вот сидит эта баба Параска с дидом Васылем и думает, что... Теоретически я богато, а практически у меня 10-12 долларов в месяц аренды за год набегает там 4 тысячи гривен за 3 гектара. Которые часто выражаются в выплате натуропродукта. И это такое жалкое земельное существование. Ну, сами подумайте. 10 долларов. Ну да, конечно, для пенсионеров, у которых там 1200 или 1100 гривен зарплата, точнее говоря, пенсия. Даже 10 долларов это какая-то прибавка. Но в целом это же реально смешно. Так вот, эта земля не будет иметь никакой, не будет иметь какой-либо ценности. Роно до того момента пока и нельзя будет полноценно оценить на рынке. Это раз. Второе. Второе. В Украине, как сама Юлия Владимировна говорит, там 30 тысяч фермеров. Ну, правда, она зимой говорила 40, но сейчас, говорит, уже 30. И вот эти фермеры находятся в таком жалком состоянии. Их вытесняют агрохолдинги. А в соседней Польше этих фермеров несколько миллионов. Там миллиона три. Говорит Юлия Владимировна. Так в Польше земля продается. Конечно, там мелкий фермер. Надел это в Польше небольшие. Он может свою землю заложить. Взять под нее кредит. Через этот кредит вырастить урожай. Отдать кредит. Ну и дальше развиваться и процветать. Если он все правильно по уму делает. А если он делает не по уму, то он обанкротится. И это нормально. За ошибки нужно платить. В природе ошибка часто заканчивается гибелью того, кто ошибается. Антилопы там какой-нибудь, которая недостаточно была. На стороже там. Или ежика, который неосмотрительно вылез на автостраду. То есть ежик, когда выходит на автостраду, он должен внимательно смотреть по сторонам. И когда наши политики в популистичном угаре говорят, что нельзя продавать землю, потому что это приведет к ее скупке, то они тем самым подчеркивают стремление оставить украинцев в невзрелом состоянии. То есть они должны быть вечными детьми, которые сами не способны принять решение и нести ответственность за это решение. И в результате мы имеем вот эту инфантильность нашу национальную. Когда год идет за годом, а мы все ждем, что кто-то решит наши проблемы. Это еще одна составляющая. Еще одна, четвертая там или третья составляющая. Это то, что неопределенность позволяет агрохолдингам этим нашим и зарубежным зарабатывать огромные деньги на минимальной аренде, минимальной арендной плате, которую они предлагают нашим формальным крестьянам. Почему формально? Потому что они никакие не крестьяне. Они просто живут все летом, живут со своих приусадебных участков и им тяжело обрабатывать. У них нет денег обрабатывать эти свои гектары. Поэтому единственное, что им остается отдавать в аренду эти земли. Так вот, агробароны, они заинтересованы в том, чтобы поддерживать до плюс бесконечности такое состояние. Ну, сами подумайте, если ты за 10 баксов берешь в аренду в месяц пару гектаров земли, снимаешь с этого гектара 35-40, а на некоторых земных уже 60 сантиметров зерна или рапса, или подсолнечника какого-нибудь, то на зерна стоит там 200-300 баксов в зависимости какая какая конъюнктура. Ну вот, ты уже отбился даже с условием того, что ты вложился. Поэтому пока мы не осознаем эту всю ущербность такого подхода, то мы будем сидеть вечно у разбитого корыта и будем вечно подавать надежду. Ясное дело, что нельзя землю распродать таким образом, чтобы там зашли крупные ТНК и все скупили на корню. Но земля прежде всего должна работать на нас, на украинцев. Поэтому правильно там есть ограничения в 200 гектаров. Возможно, их нужно даже меньше сделать. Но суть не важна. Важно, чтобы земля была прежде всего подана в украинские руки. Понятно, что ТНК иностранные все эти не будут на следующих этапах все равно пытаться через подставные фирмы какие-то там, да, использовать эти земли. Но ключевая задача заключается в том, чтобы наша земля как важный капитал такой еще не полностью растраченная нашей страны, он прежде всего работал на страну. Наконец, еще одна составляющая, которую упускают из виду все наши родители сохранения земли в народной собственности, то есть в руках агробаронов. это то, что происходит в научно-технической сфере, научно-технический прогресс, который все больше и больше расширяет количество сфер, где человек начинает обходиться без привычных инструментов, привычных методов ведения сельского хозяйства. Мы видим, как в Нидерландах, в Израиле, в массе других стран, в Китае уже применяются технологии гидропоника и прочее, когда вообще земля не нужна. То есть есть какой-то питательный раствор. Я в Китае был, видел по духу, был на такой ферме, смотрел, как они это все выращивают. И это позволяет рисковать увеличить урожайность. Да, понятно, что это не как бы возможно неорганическая продукция и там ГМО всякие, но на самом деле мы уже давно жрем эти ГМО и никуда мы от этого не денемся. Более того, многие привычные нам агропродукты, там яблоки какие-то, это тоже в какой-то степени ГМО, а часто есть прямое ГМО, которое появилось вследствие долгой селекции и научно-технического прогресса. Я даже не говорю про 3D-принтер, когда там ученые говорят, что в 2030-е годы появится просто печатание необходимого продовольствия с помощью 3D-принтера. и в этих условиях земля, наша священная земля, она просто обесценится. Точно так же, как обесценилась пенька и лен и корабельный лес, поскольку исчез парусный флот, а ему на смену пришел пароволь и в цене стали абсолютно другие ресурсы. Вот так будет и здесь. Поэтому это, конечно, страшно. Все эти фобии связаны еще с одним моментом, с тем, что украинское общество, несмотря на то, что произошло болезненную индустриализацию в 30-е, 50-е годы прошлого века, и 75% населения формально живет в городах, но в своих мозгах, вот здесь, оно по-прежнему остается аграрным. Причем это такая архаичная аграрность, а в рамках вот этого аграрного уклада конечно же земля является важнейшим ресурсом и ресурсом, который по сути был единственным, который обеспечивал жизнедеятельность львиной доли населения. И поэтому это население хватало за этот ресурс. но сегодня те люди, которые верещат о земле, о том, что ее нельзя продавать, они не собираются ее обрабатывать и они ничего не знают о том, как ее обрабатывать. но у них есть вот это вот истовое желание навиддата ворогам влас и шмат нашей земельки. В общем, печально это все. Печально, потому что теряем время, теряем опять-таки ресурсы, теряем огромные возможности, которые есть в мире, которые мы могли бы быстро капитализировать. Только потому, что не хотим свою голову изменить. Не хотим погнать в три шеи обормотов, которые вешают лапшу на уши и не дадут возможности принимать болезненные но важное решение. Ну, по всей видимости, необходимо время для того, чтобы делать правильные выводы и начать двигаться в какую-то сторону. Другого объяснения я не вижу. Так что трамайтесь. Урожай и абрикос в этом году, судя по всему, жопа из-за морозов. Ягод мы тоже, скорее всего, не увидим. во всяком случае, на востоке Украины. Но у нас есть земля. У нас есть наша земля, которую враги наши не получают. Вот так вот.